Всем привет, ребята! Это новая серия влога Муравлёва Лайфа. Мы находимся в Аргентине на водопадах Игуасу. Это супер невероятное место, место силы, в котором должен побывать. Я считаю, что каждый человек на этой планете. Наш пикапчик, который замечательно вписывается в это место. Очень много попадается постов, где стоят полицейские. Сейчас пойдем смотреть. У моего друга любопытство играет больше, чем у меня. Сама судьба меня сюда привела, и этот человек попался мне не просто так. Вот такого паучка. Будет еще красивее, чем сейчас. Сейчас я реву, как ревел тогда, когда Аргентина стала чемпионом мира по футболу в этом году. Добрый утро, ба! Добрый утро, ба! Добрый утро, ба! У нас утро, получается, третьего дня. Я пришел на завтрак. Вот так выглядит наш отель. Точнее, наверное, даже ресторан отеля, в котором проходит завтрак. В общем, все так очень-очень винтажно. Вот. Ну, а завтрак скромный. Кстати, что-то похожее на наш чебурек. Разломил я сейчас вот этот наш беляш. Не ошибся, это не похож на чебурек, это беляш, потому что он кругленький. Внутри здесь ничего нет. Это просто пустышка, пожаренное тесто в фритюре. Поэтому, конечно, у меня было глубокое разочарование. Мне здесь очень понравилось. Единственное, что выбор, конечно, недорогих отелей, он очень скромный. То есть много-много отелей, очень много отелей. Даже по скромным ценам очень много отелей. Но, когда ты смотришь, что там тебе предлагают за 13, за 15, за 16 тысяч песо, ты понимаешь, что, ну, ничего хорошего там нет. То есть не хочется в таких останавливаться. Я сегодня рискнул, вот остановился в достаточно старом отеле и по итогу получил, ну, не очень приятные условия. Вот, но, ну, а что поделаешь. Зато в Посадосе я снимал отель за 13 тысяч песо, и он был очень классный по сравнению с тем, в котором я сегодня был. Как-то так, ребята. Ограничение скорости в 40 километров в час висит. Не знаю, есть ли камеры. Вейс вроде бы не показывает, что есть камеры. Это я сейчас приехал в одно из значимых мест Пуэрто-Игуасу. Это место называется Ла-Стрес-Фронтерас, то есть место трех границ. Здесь есть смотровая площадка, на которую я сейчас отправлюсь, где я смогу находиться на территории Аргентины, но при этом видеть сторону Парагвая и сторону Бразилии. В общем, сейчас вам все покажу. Продолжение следует... Видите, позади меня мост. Вот эта сторона, где находится вот здесь Бразилия, а вот здесь Парагвай. А я сейчас нахожусь в Аргентине. Здесь происходит слияние рек Игуасу и Барана. Это очень такое знаковое место. Вроде бы ничего такого, ничего интересного, но сам факт того, что я нахожусь сейчас на территории, где пересекаются буквально три страны, но это очень интересно. И мост достаточно красивый. Сейчас попробую запустить коптер и показать вам, как выглядит это сверху. Значит, в Парагвай находится город Сиудат-де-Лесте. В Аргентине, там, где нахожусь я, Пуэрто-Игуасу. И в Бразилии Фос-Ду-Игуасу. Если я его правильно называл, сейчас посмотрим в Википедии. Фос-Ду-Игуасу. Да, именно так он и звучит. Там позади меня, видите, находится колесо обозрения. На нем можно покататься, но я не в Бразилии, пересекать границу не буду. В Парагвае все намного проще, скучнее. Ну и Парагвай сам, он как бы такой, знаете, деревня, наверное, да. Вот. Нет никакого там движа, люди живут очень тихо, спокойно. Я здесь поймал какое-то умиротворение, спокойствие. Что-то есть здесь такое душевное, душевное. Я, наконец, добрался до этого постамента. Он позади меня сейчас. Для меня это очень-очень символично. Я, наконец-таки, побывал на границе трех стран. Путешествуйте, 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 еще раз путешествуйте. Это того, ребята, стоит. Даже вот такие вот места, которые вроде бы, знаете, ну, ты смотришь как-то по сторонам и не видишь ничего такого. Ну, знаете, где-то грязь какая-то, где-то не совсем как-то убрано, да, не совсем цивилизованно. Но это все равно того стоит, потому что это все-таки эмоции. Эмоции от самого места. Это место дает вам какую-то энергию, какую-то силу. В общем, это круто. Это стоило того. Поездка вышла суперклассно. Я рад, что мои друзья меня позвали поехать с ними. Вот. Правда, в роли водителя. Это для меня некий такой вот, ну, там, какой-то заработок. Сколько-то я заработаю за это, так как это мои друзья. Вот. Но в целом, если вы хотите поехать в какую-то поездку по Аргентине, или же вы хотите, чтобы я вас встретил в Аргентине, в аэропорту, когда вы прилетаете сюда из какой-либо страны, то без проблем пишите. Ссылка будет в описании на мой телеграм. Когда я прокатился по этому прекрасному городку, я был приятно удивлен. Действительно красивый, приятный, со множеством отелей, кафе, ресторанов. Но была я ложка дегтя. Если ехать из стороны центра в сторону водопадов и повернуть направо, то там мы можем увидеть совершенно другой городок. Вот ребята уже с балконов повыходили, смотрят на меня, но я надеюсь, пару кадров записать получится. В общем, райончик такой. Идти достаточно напряженно. Где-то... Где-нибудь в Тольятти, я забыл, как этот район называется, в общем, на выезде есть такой очень один опасный райончик. Вот. Там я испытывал примерно те же ощущения, что местные мне сказали, что там гулять нельзя. Вот. Но здесь, конечно, конечно, здесь все немного иначе, потому что здесь никто не говорит на моем языке, а я не говорю на их языке. И, в общем, они выглядывают из окон, смотрят сейчас на меня. и, кажется, это все достаточно опасно. Ну, вот разговаривают, хотя друг с другом нормально все, вроде бы, как бы, достаточно спокойно, смеются, атмосфера у них. Может быть, знаете как, может быть, я это воспринимаю так, что, если вижу какую-то разруху, значит, небезопасно. Опять же, я рассказываю в влоге о каких-то своих ощущениях. По дороге с Пуэрто-Игуасу на водопады вы встретите по правой стороне, как раз по ходу движения, достаточно большой участок, на нем будет зеленая травка, пастись лошади, в общем, красивое такое местечко. Здесь расположена какая-то военная школа, может быть, военная морская, может быть, еще какая-то. Здесь очень красивая остановочка, такая с леопардом, все как полагается, мы же в джунглях. Думал, что туда лучше не подходить, потому что все-таки военные, и вон он в такой форме стоит, смотрит так на меня, но ради вас, ребята, даже перейду вот этот пешеходный переход и покажу вам вот этот постамент. Очень красиво выполнен. Смотрите, какая красота. Здесь торожевая вышка. меня прогнали, сказали, что я не имею права снимать, так что выключаем камеру. Обидно, конечно, когда вот такое красивое место, и ты не можешь просто подъехать, поснимать его, причем оно расположено, по сути, в туристическом месте. Понятно, что есть какие-то свои, наверное, ну, правила, так как это, скорее всего, военные объекты, и действительно, военные объекты в большинстве стран снимать запрещено, вот, но, тем не менее, это очень красиво, ребят, поверьте, и вот этот газон, и лошади, в общем, я должен вам был это показать, но надеюсь, вот на тех кадрах хоть что-то вы увидели. Не хочется нарушать какие-то местные законы и порядки, потому что я здесь все-таки гость, и считаю, что если есть правила, то нужно их соблюдать. Никаких табличек о том, что снимать нельзя, не было, конечно, но, тем не менее, мне староживой, давайте его так назовем, он мне посвистел, свисток, показал крестиком, вот так руки скрестил, вторая рука у меня сейчас занята, говорит, нельзя, ну, нельзя, окей, значит, нельзя, значит, едем дальше. Впервые вижу такой лифт. Видите, его, видимо, можно установить в любом здании, очень-очень медленный, сейчас затестим, что же это за чудо техники аргентинское. Нажал вот на эту кнопку, и он медленно, не знаю, даже куда показывать, поехал. елки-балки, он, видимо, только на один этаж выезжает, сейчас погаснет, и, наверное, можно открывать. Нифига не открывается, а, он еще не доехал. Все, теперь мы состыковались, и можем открывать эту чудо-дверь. Да, технологии, конечно, ребята, технологии. Заселился. Вот такой номер, вы знаете, я парень скромный, ничего особенного никогда не прошу. Вот такой вот у меня номерок. Вот мой, собственно, весь багаж, рюкзак, чемодан. О, кондиционер сразу включился. В прошлом номере был кондиционер какой-то допотопный, здесь новенький поставили. Вот. Простенько, скромненько, на одну ночь. Завтра мы стартуем где-то в часика в 8, в 7.30. Дорога завтра предстоит дальняя. Время в пути где-то составит, наверное, 12, может быть, 12.5 часов. Мы сейчас находимся в провинции Кориентес и здесь дизельное топливо стоит 345 песо за 1 литр. Вот. То есть, чем дальше от Буэнос-Айреса мы ехали, тем дороже было топливо. Припарковали наш пикап под навесом в тенечке. Видите, открыли наш бортик и очень удобно кушать, пить. В общем, красота, лимота просто. Вот тут, кстати, нам было очень непонятно, почему на заправке так высоко подвесили ограничения, точнее, так низко, наоборот, да, хотя есть еще место, и то есть, зачем именно на таком уровне вешать ограничения, для нас было крайне непонятно. Одно, кстати, уже, вон, видите, там, оно уже поломалось у них. В общем, вот такие есть заправки где-то далеко в провинции, тут какие-то вечные работы происходят. Здесь, вот видите, там, там вдалеке ребята, у них Парижа жарят мяско, вот, продают, видимо, черепаны, но лучше, как бы, в таких местах не кушать, ибо можно и отравиться. В провинции Кориентеса, Миссионес, очень сильно распространены, практически, там, на каждой заправке и на каждом перекрестке стоит человечек и продает разных форм, где-то вытянутые, просто такие продольные чипосы, чипа это называется, вот, штучка такая из теста и внутри очень много сыра. Когда подогреешь, так вообще безумно вкусно и вот классно, но не везде. Вот тут на Аксионе, если будете, не покупайте. Мне вот конкретно вот эти не понравились, а так в целом обязательно попробуйте. Если вот разломать, то выглядит примерно так, но здесь мы видим много теста, мало сыра, а обычно мало теста и много сыра и тогда они прям, ну, муа. Ребята, видите, как катаются на мусоровозе? Машет мне, ну, типа, показывает, что клево, что снимаешь. Ребята, специально приготовил камеру, смотрите, какая красотка у дедули. Просто формы, ай-яй-яй. Кстати, непонятно, что это за машина, если знаете, напишите в комментариях. Очень сильно похоже на Форд, но может быть и Рено, и Пежо. Здесь много таких машин от Рено, от Пежо, что никогда бы ты не подумал, что это действительно эти бренды. Обычно Рено, Пежо, вы сразу представляете себе какой-нибудь Пыжик 308, либо представляете там у Рено какой-нибудь Логан, на котором ездят в России таксисты. Вот, а Рено, на самом деле, в какие-то стародревние времена делал неплохие машины по дизайну. Я сужу по Буэнос-Айресу, потому что постоянно гуляю, вижу какие-то раритеты от Рено и Пежо, ну, супер красивые просто. Мы сейчас остановились также в провинции Кориентес, кстати, у Париши, Париша рядом с дорогой. Я надеюсь, что мы не отравимся, пойдем сейчас пробовать какие-нибудь стейки, еще что-то, посмотрим, чем там нас накормят. На самом деле, я не хочу есть мясо здесь, потому что тот вариант аргентинских стейков, который встречается вот в таких придорожных кафе, он меня не совсем устраивает, потому что это точно будет скорее всего не с кровью, как мы любим, ну, вы сами понимаете, что там нет крови, не с соком, да, не красненький. Будет сильно прожаренный, прям такой полусгоревший, поэтому я не хочу такой стейки есть, лучше я приеду домой, сам себе на сковородочке приготовлю той прожарки, которую я люблю. В общем, пойдем сейчас пробовать, смотреть, что же они там продают. Сейчас все вам сниму, покажу, как же кушают туристы в Аргентине в таких придорожных заведениях. Лесочек, а здесь, видите, одинокая стоит Парижа, ну, и еще что-то строится, еще не достроили. Вот собачка есть здесь местная, аргентинская. Иди сюда, иди, иди. Ай, ты хороший, видите, какая классная. Руки, правда, надо будет помыть после нее, да? Ты по-русски что-нибудь понимаешь, нет? Скорее всего, нет. В общем, такое вот меню. Ну-ка, ребятушки, и вот так это все, оля, вот так это все выглядит. Вон она, Парижа. Вот смотрите, Парижка, вот оно, мяско. Уля, как это? Ух ты. А в заведении в самом выглядит все достаточно неплохо, достаточно аутентично. Катена сапата. Принесли нам еду. Вот он, мой стейк, какой-то салатик, похож на Энсалада Русса, если честно. Картофель фри, конечно, такое себе, как всегда, жарят не по технологии, масло не разогревают до нужной температуры, и в итоге получается вот эта картошка, пропитанная маслом. Ну ничего, будем кушать. Покушали мы, не особо в восторге, у Миши так вообще прожарка, как будто бы его пережарили, а у меня попался такой, знаете, даже не медиум, вот, а что-то выше. Ну и слава Богу, потому что мы все-таки в таком заведении, в придорожном, где можно подхватить все, что угодно. Мы с Мишей вот рискнули, надеемся, что доедем до Буэнос-Айреса. Если увидите это видео где-то на Ютьюбе, значит, все хорошо. Рекомендация такая, что старайтесь аккуратнее все-таки кушать в придорожных кафе, они должны вызывать какое-то доверие. Жена бы моя точно здесь есть не стала, ровно как Мишина супруга, она тоже не захотела кушать, посидела, выпила кофеечку или чай. Вот, ну а мы поехали дальше, надеемся, надеемся, что сегодня доберемся. Вы посмотрите, мы, значит, машину поставили, а тут наши друзья, видите? И как сейчас выезжать? Нужно их как-то прогонять, но я надеюсь, заведу сейчас, ой, еще один пришел, заведу, и они уйдут. Так, ребята, давайте, давайте, тут, конечно, тень, но делать вам тут нечего. Молодцы, послушные. Когда мы ехали в Голосу, мне мой друг переслал сообщение своих друзей о том, что, когда они ездили таким же маршрутом, как мы, их очень часто останавливали полицейские и по полчаса прям досматривали, чуть ли не анализ крови просили сдать на, видимо, на наркотики или на алкоголь, вот, а у нас как-то все это достаточно просто прошло, то есть, да, нас раз 5-6 тормозили, мы показывали все документы, показывали водительское удостоверение, ребята спрашивали, куда мы и откуда мы едем, и, собственно, отпускали нас дальше, то есть, у нас вот такой опыт, поэтому поделитесь, кстати, в комментариях о том, какой опыт был у вас, если вы ездили этой же дорогой, как часто вас останавливали сотрудники госавтоинспекции, давайте их так назовем. Ребята, мы сейчас проезжали мимо супер красивое место и решили все-таки остановиться здесь, хотя мы достаточно сильно спешим уже домой, ну, чтобы ночью не приезжать. Вот место, которое стоит, наверное, посетить, сейчас вы поймете все сами, когда я вам покажу следующую картинку. Щелкунчика помните? Ну, собственно, вот вам солдатики, здесь какие-то магазины сувениров, велосипеды на крыше, не знаю, для чего они там, но, видимо, как-то по дизайну соответствуют. Еще один магазинчик, в общем, все такое в стиле дикого запада, все очень сильно по-аргентински, один пикап стоит, не знаю, даже чей, второй пикап стоит. Я всегда говорил, что пикапы в Аргентине и в целом на западе очень популярны. Вот смотрите, это третий, это четвертый пикап. Собственно, пятый, вот там шестой, седьмой, семь пикапов в одном месте. Какая красота. А, какие ребятки, смотрите. Круто. Симпсоны здесь очень классно сделали. Мошки, правда, в рот залетают. Тут их очень-очень много, маленького этого комарья. Ну, просто сказка. Сделали очень-очень круто. Насколько я понимаю, я думаю, и вы, многие поняли, что это просто какая-то деревушка такая, где продается огромное количество сувениров и всяких товаров, связанных с садом, с обустройством дома. Вот. Такие же плюс-минус, ну, сильно далекие, наверное, от этих садовые какие-то центры, давайте их так назовем, они же, наверное, встречались нам и в России. Вот, огромный, просто огромный-огромный-огромный, смотрите, кактус. Здесь тоже какие-то маленькие кактусики продаются. Вот такая вот интересная деревянная скульптура. Я думаю, ей уже очень-очень много лет. буддийская тематика. Бигфут вам, пожалуйста. Вот они, коровьи шкуры. Такая хорошенькая. Вот вам под зебру коровья шкура. Чисто под красавицу с белыми пятнышками. В общем, ассортимент присутствует. Вот это, видите, это, это клейменная корова была. Не знаю, зачем ее клеймили, причем несколько раз, видимо, какие-то плохие люди издевались над ней. Естественно, мы видим пуделя, который на нас лает. Ну, иди сюда, иди, иди ко мне. Вама, вама, вама. Иди сюда. Не, не хочет. Вам идти? Не хочет. Да, 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 да. Гнездо. Птички. Мне очень нравится, очень необычное место. Обязательно к посещению. Я очень надеюсь, что я смогу прикрепить локацию этого места, потому что здесь нет сети, сейчас особо не могу определить, собственно, где мы. это однозначно, нет, это скорее всего провинция Кориентес до сих пор, но может быть уже началась следующая провинция по ходу движения в сторону Буэнос-Айрес. В общем, местечко такое очень-очень классное. Здесь бы зависнуть на несколько часов. Жаль, что у нас не так много времени, чтобы это сделать. Как я говорил, мы хотим успеть до часиков девяти, наверное, приехать уже домой. Блин, ну круто, вот умеют они вот такое делать, знаете, вроде бы все легко и просто, казалось бы, ну навези всяких вот таких, да, там колокольчиков и всего остального, всяких сувениров, и пожалуйста, будут у тебя... О, что-то ребята серьезное делают. Заборную секцию выгружали из пикапа, а она оказывается такая огромная. Вот, казалось бы, навези всего этого и вот тебе красота, вот тебе обеспечена явка туристами, да, и вообще всеми теми, кто едет здесь впервые. Ну, впервые, да, туристы едут. Вот он Месси, естественно, как обойтись в Аргентине без Месси, я не знаю, это, наверное, невозможно просто. Мы с Месси приветствуем вас на нашем канале, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте больше комментариев. Как вам это место? Напишите, ребят. Железный человек. Давайте ему пятюню дадим. Очень классное место. Очень-очень-очень. Очень хочу сюда поехать с семьей. Очень жду, когда приедет сына. Вот, пожалуйста, вам светящийся даже знак Ниссан. Он говорит о чем? О том, что если вы в Аргентине, выбираете машину, покупайте, естественно, пикап Ниссан Фронтир. Вот. На других ездить просто противопоказано. Очень классное место. Очень колоритно. Вот у меня вот эта картина, она вписывается больше в какую-то картину Дикого Запада. Где-то, где-то, наверное, в Техасе по-любому есть какое-то место, которое напоминает вот это все, что мы сейчас видим. Ну, в общем, слов нет. Здорово, здорово и еще раз здорово. Магнитный хоккей. Это же, ну, это же кайф. Вообще огонь. Такие вот всякие штуки. Не знаю, где они их взяли. Мне кажется, это все не из Аргентины, а откуда-то вот из того же Техаса это все привезли. Думал, что сидит кто-то из людей. Вот. А оказывается, это вот какие ребятки. Прикольно. Мне, на самом деле, нужна была бутылка воды, поэтому попробую пойти что-то купить. Обалдеть, ребята. А тут просто все. Это просто огромный супермаркет. Смотрите, тут и сыры, и колбасы, и чего только нет. Огромное количество бутылок с разной выпивкой. Я не знаю, хоть бери, вези домой. В общем, из кожи целый ассортимент. И БДСМ, и ремни, и намордники, чего только нет. Про БДСМ, конечно, пошутил, но сувениры, ребятки, ну, это, это что-то с чем-то, наверное. Я не знаю, если бы я сюда приехал с сыном, ну, мы бы просто должны были бы скупить весь магазин. Хотя, скорее всего, нынешнему поколению вот это все, ну, не особо понравится. Вот мы, там, с какими-то моими друзьями, наверное, это бы оценили с теми друзьями, которые, ну, моего возраста, либо чуть старше, если чуть старше, так они вообще были бы в шоке от того изобилия, которое мы здесь видим и наблюдаем. Смотрите, какие-то топорики, мечи, да чего только нет. Просто, просто обалдеть. Это суперкрутое место. Также какой-то ширпотреб в плане одежды. Ну, наверное, селяне тарятся. Для них это, наверное, главный супермаркет. Аргентинская фишка. Машинки из дерева. Вот. У нас это было когда-то, наверное, в 80-х. Здесь это продолжается до сих пор. Вот трактор из дерева вы можете купить за 3000 песо. Вот. Естественно, естественно, матешницы. Куда без этого. Уточки. в общем, ребят, чего только нет. Чего только нет. Отдел просто сумок для маты. То есть, аргентинцы, ребят, ходят вот с такими вот сумочками, куда кладется, значит, кладутся все приспособления. То есть, и кружки для маты, и термосы, в которых, в которой они наполняют горячей водой. Тут, кстати, на разных там станциях, ну, типа там на заправках, у отелей расположены автоматы с горячей водой. То есть, даже не то, что автоматы, а очень часто там при отелях, при каких-то заведениях эти автоматы, так скажем, они выдают вам эту воду абсолютно бесплатно. В парках часто такие вещи. Вот это называется тиснение. Вот. Есть специальные металлические штампы, которые оставляют вот такой вот рисунок. Ну, то есть, вот это стандарт, это ракушка, да. Вот. Штампы тоже разные бывают. Это видно, что штампы дешевенькие, скорее всего, местные, аргентинские. Ну, то есть, если бы взять какие-то штампы американских мастеров, рисунок был бы четче. Ну, и так же все от мастера зависит. Вот эти работы, я считаю, крутыми. Это нужно постараться. Это все из кожи растительного дубления. на растишки, как мы ее называем, кожевники, оттиск остается намного лучше, чем на кожу хромового дубления. Считается вообще в узких кругах, что кожа хромового дубления не предназначена для тиснения. Небольшой вам экскурс в кожевиное ремесло. Так, в целом, мне нужна вода. Я, если честно, ребят, не знаю, где ее найти, но мне кажется, я ее нашел. Здесь есть что-то, какая-то вот такая водичка. Блин, ну, хочется чего-то другого. Хочется прям норм... А, вот она и нормальная вода. 350 песо. На заправке она стоит 500 песо. Банаква, кстати. Монаква, видите, мне нужна без газа акваминераль натураль. Так, без газа. Супер. Не нашел я надпись, где сингаз написано. В общем, да, это реально супермаркет для, видимо, каких-то деревенских, которые здесь живут, приезжают, наверное, сюда затариться, потому что тут и продукты питания, брелочки. брелочки и все остальное, оно больше, конечно, для туристов, которые проезжают мимо, а там, ну, например, я не знаю, семена, для кого они будут, конечно, для местных. Очень интересный магаз, не знаю, как-то вот, греет он очень душу. Очень клевое место. Вот эти наклейки, ребята, они в Аргентине абсолютно везде, на всех туристических местах. Я обещаю, я сделаю свои, мы будем клеить свои наклейки тоже на каждом, в каждом таком месте. Кстати, вот так выглядит наш чудесный автомобиль после двух с половиной тысяч километров пути. Просто все в комарье. В Миссионес и в Кариентес очень много мух, очень много комаров, и готовьтесь, машина у вас будет вот такой. Я не знаю, в Буэнос-Айресе смогут на мойке это отмыть или нет. Скорее всего, нет, и придется за несколько раз это все дело вымывать. Меня только что домой привезли полицейские. Предысторию хочу рассказать. Сегодня, когда мы ехали обратно домой уже, до Буэнос-Айреса оставалось там максимум километров сто, мы пробили бак, топливный бак пробили, да. Вот. И это случилось так, когда мы двигались по мосту, я обгонял фуру, вот, и смотрю, какой-то кусок лежит. Мне показалось, что это кусок, собственно, резины. Попытался его объехать, но также там были какие-то кочки, ямки. Важнее было, на мой взгляд, тогда объехать было эти ямки, нежели вот эту вот неопознанную штуку. Ну и, в общем, задеваю я ее внутренним диаметром колеса левого водительского, и она начинает, видимо, крутиться вот так вот под, ну, то есть от асфальта до днища, вот так туда-сюда, вот, и каким-то образом пробивает нам топливный бак, пробивает защиту, дальше вы увидите, я думаю, кадры я смонтирую как-то. И чувствую, по кузову вибрация, думаю, нужно остановиться, останавливаемся, думал, пробил колесо, колесо в итоге не пробито, а пробит только топливный бак. Вот, чудом доехали до города, все хорошо, единственное, никто не брал мою машину на парковку, мне негде было ее поставить, и мне вот пришлось, как бы, обратиться к полицейским, ну, а дальше смотрите, что же было. Мы пробили бак, я вам показывал это, и видите, на моем лице отражаются мигалки, я сейчас не буду снимать, как бы, потому что, ну, не очень хорошо так поступать, в общем, я обратился за поддержкой в полицию, потому что, ну, они патрулируют район, а я думаю, если где-то припаркована машина и под ней лужа, ну, кто-нибудь додумается, кинет какой-нибудь окурок, либо еще что-то, понятно, что, скорее всего, дизель не воспламениться, а мало ли, кто-то захочет специально поджечь, ну, дурачков хватает, вот, поэтому подъехал, спросил, где можно припарковать так, чтобы было безопасно, предложил им припарковать на землю возле их участка, вот, говорю, земля впитает, ничего не будет, ну, как бы, они тут созвали целую комиссию, приехал начальник, начальник вызвал бомберосов, это, как они там называются, это пожарные, пожарные сейчас приедут, вот, еще одна машина полиции приехала, пожарные сейчас приедут, и тогда, короче, они посмотрят, решат, безопасно это или не безопасно, и мы оставим эту машину здесь на день, на два, для того, чтобы, как бы, я пока нашел бак, решил свою проблему, и вот, вот так вот, в общем, протокол обязывает их сделать так, чтобы приехали бомберосы, вот, бомберосы приедут, и тогда уже полицейские не будут какую-то, ответственность снести за мою жизнь, в случае, если я сяду в машину сейчас, заведу ее, поеду куда-то, и она взорвется по пути, вот, ну, в общем, все в целом правильно, очень радует, что полиция очень отзывчивая, и классные ребята работают здесь, так что, аргентинцы, спасибо вам, что смотрите мой канал, спасибо вам, что вы очень добрые люди, и в целом в России я бы не обратился вот так к полицейским с такой проблемой, а здесь могу. Только что поговорил с полицейскими, оказывается, я отождал от них звонка, потому что они пообещали, что позвонят через несколько часов, когда приедут пожарные. В итоге пожарные, видимо, так не приехали, мне никто не позвонил, приехали какие-то ребята, видимо, соцработники или еще кто-то. Вот эти ребята, это они, наверное, относятся к пожарным, вот он приехал с сигаретой, и, короче, опилки кидает туда. Посыпали, в общем, дно машины, под дном машины, чем-то непонятным, какими-то, какой-то зернистой структурой, и, собственно, как бы полицейские мне сказали, что я могу забирать свою машину, я говорю, вы мне должны дать какую-то бумагу или что-то еще, потому что мне нужно ехать в мастерскую и отвезти этот автомобиль, а говорит, нет, нет, никакой бумаги, ничего, просто забирай в любой момент. Такая вот история, ребята. Ребята, огромное спасибо тем, кто досмотрел этот выпуск до конца, мне было очень приятно побывать в этом месте, я, опять же, еще раз всем его рекомендую, если вы будете в Аргентине, по-любому езжайте, не раздумывая на водопады Игуасу, это супер классное место, и, опять же, если вам нужен человек, который сможет вам показать Аргентину в автомобильном путешествии, и сможет довезти вас до туда, тем более, я уже знаю дороги, знаю как лучше поехать, и все в этом духе, то обращайтесь ко мне, пишите в телегу, кто не подписался, подписывайтесь на канал, оставляйте лайки, пишите комментарии, обязательно ко всем нашим видео, рекомендуйте мои видео своим друзьям, мне будет очень приятно, пока-пока!